Я, Ирина Александрович, приветствую вас. Представляю вам курс лекции, посвященный интерпретации рисунка. Вы сможете научиться читать рисунки, узнавать, что по рисунку можно сказать о его авторе. В качестве иллюстрации в основном используются материалы моего архива, а также изображения, предоставленные другими психологами, картины художников и политиков. Этот курс – видеовариант моей книги под названием «Свободный рисунок. Интерпретация и диагностика» 2014 года издания, которое можно найти в университетских библиотеках России по этим выходным данным. Прежде чем приступить к практике, очень коротко о теоретическом обосновании самой возможности использования рисуночных методов для исследования личности. Начало было положено работой русского ученого Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы головного мозга», опубликованной в 1863 году. По Сеченову, внешние проявления мозговой деятельности действительно могут быть сведены на мышечное движение. Всякое представление, возникшее в психике, заканчивается мышечным движением, даже то, которое не реализовалось в видимом действии. И накопленные нереализованные действия проявляют себя в рисунке на тему, связанную с этим представлением. Или, как сказал Фрейд, ни один смертный не в состоянии хранить секреты, если молчат его губы, то говорят его пальцы. Именно на психоанализ Фрейда опиралась основоположница интерпретации проактивного рисунка Карен Маховер. Она пишет, В ходе работы с тестом Гуденав «Рисунок человека» для диагностики IQ было обнаружено, что тщательное изучение индивидуальных рисунков часто давало богатый клинический материал, не имеющий отношения к интеллектуальному уровню субъекта. Дети, у которых был выявлен одинаковый умственный возраст, часто выполняли поразительно разные, непохожие друг на друга рисунки. В дальнейшем, сравнивая рисунки одних и тех же людей, созданными в разные годы, а сейчас вы видите иллюстрации из ее книги «Проактивный рисунок человека», Маховер обнаружила единообразие исполнительской манеры пространственных характеристик рисунка, характер линий, расположение рисунка на листе, пропорции, размеры изображения. Таким образом были выявлены и зафиксированы интерпретационные признаки. С годами психологи накапливали наблюдения, проверяли связи отдельных признаков рисунка с различными особенностями личности рисующего, сравнивали оценки этих признаков с экспертными оценками черт личности и клиническими данными. Интерпретационные признаки не раз создавались в виде каталогов. В России в 90-е годы их проверку, в том числе клиническую, реализовала Вера Керпелевна Лосева. К настоящему времени рисуночные методики прочно вошли в число наиболее используемых инструментов исследования личности наряду с другими проективными методами. Термин «проективный» впервые был использован Лоуренсом Фрэнком в 1939 году для того, чтобы выделить в отдельную группу такие методики, как ассоциативный тест Юнга, тематический оперцептивный тест ТАТ, в котором по картине надо придумать историю, тест Роржха, в котором предполагается ответить на вопрос, что это может быть, и подобные. По Лоуренсу Фрэнку все эти методики объединяет способность отражать, как на экране, наиболее существенные аспекты личности, неопределенность стимульного материала или инструкции к заданию, свобода выбора ответа или тактики поведения. Эта свобода ответа позволяет обследуемым максимально проявить себя, а психологу помогает увидеть, как на экране, наиболее существенные составляющие личности, включая скрытые от ее сознания. Интересно, что с проекцией связана и легенда происхождения рисунка. Эту легенду, которая описывает события VII века до н.э., в I веке н.э. Гай Плейний-старший так изложил в своей работе естественные истории. Лепить из глины портретное изображение первым придумал Гончар Бутат из Секеона в Каринфе, благодаря дочери. Влюбленная в юношу она, когда тут уезжал в чужие края, обвела тень от его лица, падавшую на стену при светильнике, линиями, по которым ее отец, наложив глину, сделал рельеф, и, когда он затвердел, подверг обжигу вместе с прочими глиняными изделиями. Покровителем художников считается евангелист святой Лука. На картине неизвестного русского живописца Лука пишет икону Божьей Матери Адегитрия, что в переводе с греческого указывающая путь. Согласно Ликинде, икона эта была писана Лукою самой Богородицы, и ею облагословлена. Одним из списков этой иконы считается Смоленская икона Божьей Матери. Классическая живопись не раз обращалась к теме аллегории о живописи. Одна из первых картин с таким названием – автопортрет художницы Артемизии Джентелески, первой женщины, избранной членой Академии живописного искусства в Флоренции, первой же – Художественной Академии Европы. Но чаще для аллегорического изображения живописи художники прибегают к образу девушки-музы, как на картине справа нидерландского художника Франца Ван Мириса Старшего, или на картинах Гверчина и Джозеппе Нагари, или у Франсуа Буше и Джованни Антонио Пелегрини. Есть картины, которые искусствоведы называют аллегорией живописи. Например, работу Диего Веласкиса, известную как «Менина», что в переводе с испанского значит «Фрейлины». Вы видите сейчас ее фрагменты. В центре сцены стоит пятилетняя инфанта Маргарита в окружении Фрейлин, в то время как сам художник занимается написанием портрет родителей Маргариты, короля Испании Филиппа IV с его супругой Марианной, которая отражается в зеркале позади художника, образуя тем самым картину в картине. Веласкис изобразил себя на фоне картин, висящих на дальней стене зала. Они посвящены мифологическим сюжетам о наказании олимпийскими богами смертных, решивших превзойти их в изящных искусствах. Работа итальянского художника Коротто с мальчиком, держащим в руках рисунок человека, стал символом портретов эпохи Возрождения. Речь идет не только о редком детском портрете начала XVI века, но и о самом старом известном изображении детского рисунка. На картине Филиппа Мерсье спустя три века мы видим рисующего мальчика. И еще три века спустя я приглашаю вас рисовать и понимать нарисованное. Остановимся на том, что нам понадобится для дальнейшей работы, и что будет нужно в том случае, если вы станете использовать свободный рисунок в своей работе. Это бумага, не линованная, чтобы сохранить максимально чистым пространство для рисования. Она должна быть также белая, матовая, а не глянцевая, единого формата для всех рисунков. Например, формат А4, типичный белый лист для печати, или формат А5, так называемая рисуночная форма, который получается лист А4 сложить пополам. Но с самого начала надо выбрать какой-то один формат для того, чтобы не потерять возможность сопоставлять рисунки при дальнейшем анализе. Также нам понадобится карандаш простой, без терки, мягкий. Это можно проверить, если обратить внимание на маркировку. Она должна быть B или 2B. И понадобится набор из шести цветных карандашей, минимум шести. Перед проведением исследования необходимо давать такую общую инструкцию. Умение рисовать значения не имеет и оцениваться не будет. Не вырисовывайте. Важно содержание. В процессе исследования рекомендую соблюдать общее правило. После завершения рисунка, заметьте, не в начале рисования, надписать в правой верхней части рисунка название и имя, инициалы автора рисунка, тем самым зафиксировав не только его имя, но и авторскую ориентацию, что для интерпретации некоторых рисунков, где ориентация и очевидное содержание, может быть важно. Итак, первый рисунок. Возьмите бумагу, карандаш и изобразите свою жизнь в виде трех кругов. Здесь и далее, после инструкции, предлагаю сделать стоп-кадр, остановить воспроизведение и продолжить после того, как рисунок будет выполнен. После выполнения, отметьте на рисунке, какой из кругов означает прошлое, какое настоящее, какое будущее. Посмотрим, что даже такой простой рисунок может сказать о его авторе. Основные признаки, на которые следует обратить внимание при анализе рисунка «Моя жизнь» в виде трех кругов. Нарисованные круги раздельно или слитно. Сравнительная величина кругов, какой-то больше, какой-то меньше или они одинаковые. И наличие разрывов в контуре кругов, когда линия не досоединяется. Первый интерпретационный признак «Отдельность» или взаимопроникновение кругов позволяет оценить, как автор воспринимает течение жизни свой жизненный путь. Если все круги нарисованы дискретно, раздельно, то это свидетельствует о позиции «что было, то было, что будет, то будет». Нет понимания взаимосвязанности событий, единства самовосприятия себя во времени. В случае пересечения кругов есть ощущение единства жизненного пути, непрерывности собственного «я» во времени, как свойства внутреннего опыта. Чем больше взаимопроникновение кругов, тем больше время ощущается, как единый поток, тем больше склонность к постоянству. Концентрические круги, склонность к самоанализу, рефлексии, и, кстати, хороший прогноз семейной стабильности верности. Если большой круг – будущее, включающее настоящее и прошлое, то будущее выстраивается из цели и задачи самого человека. Если прошлое больше будущего, будущее строится на идеях и представлениях, подчеркнутых у важных людей из прошлого, часто родителей. Живописный вариант пересечения кругов, взаимопересечения времен – картина Тициана, единственная у него, которая содержит девиз. Настоящему благоразумно опираться на прошлое, тогда оно не повредит будущему. Три человека наверху представляют собой аллегорию три времени человека. Юность, зрелость, старость – это портреты Тициана, его сына и молодого племянника. Их портреты объединены в единое целое с головами трех животных – верной собаки, сильного льва и опытного волка, которых Тициан позаимствовал философу древнего Рима Макробия. Он описывает статуи Сараписа, бога Солнца, с тремя головами – льва, волка и собаки, означающих память, знание и опыт. Во времена Ренессанса этот образ соединяется с творением благоразумия, которое тоже было трехглавым. В результате образовалось единое целое. Следующий признак, на который стоит обратить внимание, расположение кругов в пространстве относительно друг друга. Оторванность какого-то круга, времени от остальных – это представление о соответствующем времени как от остальных отличающимся. Отрыв прошлого – человек, который хочет отодвинуть свое прошлое как можно дальше, не хочет ассоциировать себя нынешнего с собой в прошлом. Человек, который сделал себя сам. Отрыв настоящего – в настоящем все не так, как хочется, потеря своего пути и желание его вернуть. Отрыв будущего – ожидание кардинальных перемен, представление о будущем как отличным от прошлого и настоящего, из них не вытекающим. Как правило, в таком случае желание изменений не соответствует реальным возможностям человека. Оценка значимости того или иного времени для человека определяется величиной кругов. Чем больше круг, тем больше значение придается данному времени. Так большое будущее рисуют люди, которые рассчитывают на свое буквально большое будущее, более амбициозные. Они, как правило, чувствуют себя более счастливыми, более уверенными в себе. Большое прошлое рисуют, соответственно, пессимистически оценивающие настоящее и будущее по сравнению с прошлым. Также у них самооценка счастья и уверенности в себе ниже. При большей величине круга настоящее, вероятен низкий уровень ожидания, успешности и счастья. Учитывая значения правого и левого, верха и низа, значения которых подробнее будет изложено позже при анализе пространства листа в целом, разрывы контуров кругов трактуются так. Разрыв сверху – подверженность авторитетным мнениям. Разрыв с левой стороны – подверженность мнению, давлению и оценкам близких. Разрыв снизу – подверженность тростям и влечениям. Разрыв с правой стороны – подверженность мнению и нормам социального окружения. Следующее задание происходит несколько этапов. Итак, начало инструкции. Изобразите график вашей жизни в целом. Не забудьте останавливать воспроизведение и выполнять инструкцию. После исполнения опустите перпендикуляры из критических точек и поставьте соответствующие им годы. После выполнения проследите начало графика и его конец. Если окончено нынешним временем, зафиксируйте это и дайте возможность продолжить график. После выполнения всего задания определите названия оси Х и оси У. Критические точки, точки, в которых линия жизни на графике меняет свое направление, соответствуют важным событиям в жизни человека. Предложите вспомнить, какие именно события произошли в эти критические годы, с чем и с кем они были связаны. Более длинные отрезки – это более насыщенные периоды жизни. Горизонтальная ось Х, как правило, ось времени. Название оси У – одна из важнейших ценностей и то, относительно чего человек живет на данный момент. Это может быть здоровье или творчество, продуктивность жизни или ее насыщенность эмоциями. Предложите уточнить, соответствует ли сознательно назначенное название оси У в сути отмеченных событий и как они связаны. Встречается так называемая перевернутая ось, то есть названная негативно. Например, если ось У названа болезнь, стоит обратить внимание на вероятность получения автором неосознаваемых вторичных выгод, мазохистическое наслаждение болезнью, подсознательную инвалидизацию. Рассмотрим варианты выполнения задания. График думающего о своей судьбе человека то поднимается вверх, то опускается вниз и похож на неровную арку. Начало линии, совпадая с датой рождения, находится вблизи от пересечения осей. Завершение линии, если график не ограничивается нынешним временем, опускается вниз. Линия, нарисованная так, что момент смерти оказывается наивысшим, характерна для людей, находящихся в депрессивном состоянии на данный момент. Обратная ситуация, когда наивысшим получается момент рождения, характерна для людей с шизойной акцентуацией, аутизированных, с высокой активностью первой симбиотической связи, о чем подробнее мы будем говорить позже. Рисунок «График моей жизни» может применяться как экспресс-метод получения общего представления о жизни человека, о ее основных этапах и их положительной или отрицательной оценке в зависимости от направленности графика на соответствующих отрезках вверх или вниз, о базовых ценностях или просто как средства, облегчающие человеку рассказ о его жизни. И краткое содержание следующей главы видео-книги «Интерпретация рисунка», которое выйдет тем быстрее, чем очевиднее для меня будет ваша заинтересованность. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение.